Вы знаете, я готовился к интервью несколько дней назад и думаю, я обязательно спрошу, кто, по вашему мнению, отравил Навального. И тут бац и расследование. Здесь можно даже, здесь все понятно. Гениальное расследование, да? Абсолютно. Фантастика. Очень-очень-очень круто сделано. Вот когда вы слушали или читали, я не знаю, вы слушали Навального или читали это? Слушал. Слушали. Какие у вас чувствовали? Оно было бы серьезнее, если бы он хотя бы в этот момент перестал бы глумиться. Вот. Ну, во всяком, кому-то серьезнее бы заходило, но в целом нечем крыть. Вот они 15 часов уже молчат. Они придумают, мне пишут какие-то будут, вы все в рюки. А меня-то не убедило. Опа, хопа. Ну вот это все там. Несуществующие Иваны и кто там еще там. Лилии, которые пишут. Вот. Не суть. Он задвинул так, что хрен вынешь теперь. Все понятно. И что будет? А как с гуся вода, правда? Да. Ничего. Да. Но опять-таки для западных лидеров и для прочего вот это молчание никакого нет. Ну, то есть все... Градус сомнений у всех изменился. У моего папы, который очень с подозрением все-таки смотрел на все, что связано с Навальным. Он здесь. Нет, он в Москве. По-разному смотрели. Кто-то, кому-то не нравится язык Навального. Он считает, что он слишком... Борзый. Иногда, да. Или... Колючий. Перепалки. Нет, в перепалки какие-то мелкие вступают и так далее. Кто-то очень боится. Кому-то не нравится, что даже в расследовании фотографии Потанина и Усманова, а не близких путинских друзей, все-таки Потанин и Усманов сделали деньги до Путина, и Потанин точно своими мозгами... Моя мама дружила с Потаниной. Ну, то есть они в моем детстве вместе там куда-то ездили, путешествовали. Вот. И есть там подозрение, что вот будет Навальный, нас всех разграбят. Хуже большевиков. И вот у всех у этих людей с таким сомнением или с таким градус изменился после этого расследования. У всех. Говорят, да, но мне не нравится Навальный, но это полный пиздец. Ну, это все. Это просто вот доказано. Все.